Приветствуем, друзья! На библейском портале «Экзегет» мы отвечаем на ваши вопросы. Почему я должен каяться, когда никто из моих близких этого не делает? Резонный вопрос. Мы с наших близких берем пример в том образе жизни, который они ведут. С кем поведешься, того и наберешься. Но нельзя не учитывать, что наши близкие выросли в эпоху тягостную для душевного развития, для духовной жизни. И синодальный период России 18-19 века, и кровавый 20 век гонений на православие, на церковь, и беспутие 90-х годов, и тягостное влияние Запада в 21 веке, прежде всего духовное влияние, к сожалению, многих наших близких оставило за бортом церковной жизни. Оставило их либо вышедших из нее, либо и никогда к ней еще не примыкавшими. И это не является примером для подражания. И от того, что хоть именуют себя православными более половины наших соотечественников, но, тем не менее, подлинной церковной жизни, молитвенной, покаянной, о которой вы спрашиваете, мы не у многих найдем. И это, тем не менее, не должно быть для нас поводом самому не обращаться к Господу, тогда, как душа чувствует раскаяние, когда она желает очищения пред Богом, когда она желает следования за Ним и к Нему, источнику света, жизни и святости. Потому могу заподозрить, что ваше нерасположение кается. Вы слышали от кого-то призыв? Покайтесь, приблизилось бы Царствие Небесное. Это не от кого-то, а из уст самого Господа обращение к нам. А почему я должен каяться, если никто не кается? Потому что вы еще, наверное, не обратили, подобно Гертруде, матери Гамлета, глаза внутрь самой себя. И это внимательное воззрение открыло ей нечистоту ее жизни и низость совершенных против отца Гамлета преступлений вместе с его дядей. И тогда она говорит о собственном раскаянии, покаянии, когда этот внимательный взор смогла обратить внутрь самой себя. И для нас начало покаяния — это, конечно, обнаружение несоответствия своих приоритетов нравственных, своих действий и жизни и установлением Божьим, заповедям Господним и свидетельством собственной совести, который, как голос Божий в душе человека, подсказывает нам о добре и зле. Не всегда этот голос Божий в душе человека слышен. Не каждый его ощущает в себе по причине некоторого состояния, если не вовсе сожженной, то сильно затуманенной совести, многократными согрешениями, в которых человек поначалу, может быть, и чувствовал раскаяние, но не приносил покаяния. Из-за этого душа уже входит в некоторое ожесточение и уже грешит нераскаяно. Если вы молодой человек, то вряд ли у вас такое уже окаменение сердечное, что самые грехи называть или чувствовать грехами вы уже навсегда потеряли возможность, то есть, как это бывает с некоторыми, русская классика называла таковых живыми трупами, которые с виду живы, а вот внутри мертвы, как сказано в Апокалипсисе. Вот ты представляешься как будто жив, а вот ты мертв. Это сказано о тех, чья душа потеряла развлечение добра и зла, и в своих собственных грехопадениях вовсе не имеет ни раскаяния, ни плача, ни сокрушения. И многие из нас, выросшие вне веры православной, проходят большую часть жизни нераскаянными. А где эта тайна? Каким она образом реализуется в нас, когда сердце вдруг научается плакать о своих согрешениях, обращается к Богу и являет Господь ей уже милость свою? Но именно в покаянии для человека первый шаг к Господу, подобно блудному сыну в евангельской притче, который, осознав несчастность своего положения на стране долечия, обслуживая свиней, то есть образ страстей своих, он говорит, согрешил я Господи на небе пред тобою. Он сначала осознал вину свою перед отцом, а потом уже является и покаянный плач, о котором свидетельствует притча Господня, согрешил, пойду к моему отцу, скажу, согрешил, отче, на небе, и пред тобою достоин называться сыном твоим, прими меня, как одного из наемников своих. И тогда являются ему и объятия отча, и любовь, и милость, и прощение, и как результат уже чистота и собственной души. Так что будем искать в себе эти покаянные струны, не будем прибавлять грехи ко грехам, а напротив самоукорением, мыслями, обращенными к Богу, с надеждой на Его помощь в исправлении, мы непременно, постепенно разогреем и свое собственное сердце, и уже несмотря на окружающую нас нераскаянность наших ближних, сами мы не только принесем Господу покаяние, но и Его плоды, то есть духовные свершения, дары, высокий образ жизни, которому мы призваны.